Вы любите сыр? Предлагаю приготовить его самостоятельно в домашних условиях. Это очень просто. Достаточно иметь нужные продукты и кусок марли. В домашний сыр можно добавлять различные специи по вкусу. Чтобы приготовить вкусный сыр, понадобятся любимые специи, молоко, кефир, яйца, марля и кастрюля. Весь процесс приготовления очень прост. Обязательно ставьте гнет и держите сыр в холоде. Смотрите, как приготовить домашний сыр с зеленью и тмином. Пробуйте и делитесь впечатлениями. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте продукты. Приступим. Укроп мелко порежьте. Соедините молоко и кефир. Кастрюлю лучше брать с толстым дном, у меня с двойным. Так больше шансов, что не подгорит. Перемешайте молоко и кефир и поставьте на плиту на небольшой огонь прогреваться. Яйца со щепоткой соли взбейте венчиком или вилочкой до однородной массы, миксер не понадобится. Добавьте соль, глейте в теплое молоко яйца тонкой струмикой, перемешивая, доведите до кипения смесь, проварите пару минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Не спешите снимать с огня сыр, дайте ему немного остыть прямо в кастрюле, после возьмите дуршлаг или сито для фруктов, застелите марлей, отцедите сыр от жидкости. Добавьте в сыр красный перец острый, у меня крупно молотый, перец черный молотый, тмин, укроп. Хорошо перемешайте сыр со специями. Завяжите марлю плотно, поставьте сыр в холодильник под гнет на 5-6 часов. Домашний сыр с зеленью и тмином готов, нарезайте кубиками, полосочками и к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится Молоко 1 литр, кефир 1 литр или простокваша, яйцо 6 штук, соль 2 чайных ложки, перец красный острый 0,3 чайных ложки, хмин 0,5 чайных ложки, рубленая зелень 1 столовая ложка, перец черный молотый, по вкусу, по желанию. Количество порций 8-10 Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи!